Приветствую вас, ага, вы знаете, вот как показалось мне, да, вы написали довольно большой текст, вот, значит, если одним словом ответить на ваш вопрос, то все дело в инерции. То есть инерция, инерция была здесь у вашего молодого человека, который сначала принял тип ваших отношений, да, то есть, ну, он как бы увидел, что вы готовы заниматься с ним, например, тем же сексом, да, вот он это делал, ему нравилось, какое-то время, какое-то время ему нравилось, какое-то время его устраивало ситуация, какое-то время ему было нормально так с вами взаимодействовать, из чего он и выстраивал обнажение с вами. То есть я имею в виду, что, ну, то, что он кредит просил взять, да, у вас и так далее, все это он делал, исходя из того, что вы друзья, вот, все это он делал, исходя из того, что вы с ним взаимодействовали как друзья, все-таки. Вот. Но со временем занимается, например, ну, может быть, занимается с вами сексом, может быть, просто взаимодействуя с вами. Мужчина почувствовал, мужчина почувствовал, что не может воспринимать вас больше как, значит, ну, как друга, да, как партнера по сексу, вот. Вот. И ему стало неприятно все то, что происходит. Ну, просто не, просто вот неприятно и все, и все тут. Вот. И он почувствовал, что вы для него очень много делаете, вот, ему стало неприятно то, что делаете вы для него много, да, вот. А все это как, знаете, как, как будто для друга, вот. А он уже к вам, видимо, привязался, почувствовал, почувствовал, что, ну, слишком, слишком, слишком сильно привязался к вам. Вот. И это ему, по всей видимости, стало неприятно. То есть он ощутил, что вы ему дороги, но понимал, понимал, что отношения у вас только дружеские. Вот. И в избежание, так сказать, дальнейшего привыкания к вам, да, в избежание того, ну, в избежание привычки к вам, в избежание зависимости от вас, вот, он решает отдаляться. То есть я не думаю, что вы здесь что-то сделали не так. Я не думаю, что вы как-то неправильно поступили. Вот. Вот. А я думаю, что это его неуверенность, а здесь ключевой фактор. Потому что, будь мужчина поувереннее в себе, ну, если бы мужчина был более уверен в себе, вот, то я думаю, что он бы сказал вам о том, что вы ему нравитесь не только как, значит, ну, не только как друг и партнер по сексе, да, но и как женщина тоже, как человек тоже, но он этого не сделал, он этого не сказал, он боится брать ответственность на себя, боится серьезных отношений, вот. Вот. И, соответственно, ему проще уйти, ему проще, значит, ну, избежать, ему проще избежать ситуации. Момент, момент, момент. Здесь, на мой взгляд, важен другой. То, что вы, вы подумали, что дело все в вас. То, что вы решили, что это из-за вас. То, что вы решили, что это в вас проблема. То, что вы решили, что это из-за того, что вы что-то не так сделали, он себя подобным образом повел. Вот мне думается, что подобное проявление эгоизма, то есть связывание поступков поведения человека с собой, да, и по факту, ну, по факту не позволения ему, ему, не позволения ему самому что-то сделать, да, а, ну, хотя бы вот, хотя бы по вашим внутренним, скажем так, убеждениям. Это является серьезной проблемой, которая в купе, в купе с тем, что вы говорите, что никто никому не колупает мозг, и вот это все. Это создает впечатление серии неудачных для вас отношений. То есть, у вас были неудачные отношения когда-то. И вы, вы, вот эти неудачные отношения закрепили, ну, как, знаете, как, как негативный опыт. То есть, может быть, излишне вы боитесь сближения, вот. Может быть, излишне вы боитесь отношений. Может быть, излишне вы боитесь ответственности, ну, за отношения, вот. То есть, это то, что непосредственно является, скорее, вашей проблемой, да, вашей особенностью восприятия, скажем так, ситуации. И вот, подобные элементы, подобные элементы, ну, конечно, существенно влияют на модель вашего поведения, да, подобные элементы существенно влияют на то, как вы себя ставите в отношениях. И мне кажется, что в зависимости от того, что вы хотите, в зависимости от того, что вам нужно, можно говорить о коррекции вашего поведения. Ну, опять же, если у вас есть такое желание, да, если у вас есть в этом, скажем так, необходимость, да. Вот. Значит, смотрите. Мы встречались с парнем около года, пишите, вы расстались по его инициативе, так мы не готовы к семье, либо просто я не та девочка, с которой он хотел бы семью. Вот. А здесь уже имеют место быть некоторые сомнения в себе. Я не та девочка, с которой он, значит, хотел бы строить семью. Возможно. Возможно. Возможно, вы не та девочка, с которой он хотел бы строить семью. Только. Только. Здесь. Вот. Исходя из того, что вы написали, не совсем понятно, как бы вам сказать, ваше отношение к этому. Потому что вы можете быть не той девушкой, с которой он хочет строить семью. То есть, как вы сами к этому относитесь? Негативно ли, позитивно ли, или как? Между нами нет любви, это взаимно. Значит, у вас отношение по расчёту. Меня общались где-то месяца два, завязал сообщение в интернете. Как это бывает, я тут кому-то поставил лайк и пошло по игру. Опять же, здесь ваша ответственность. То есть, если вы поставили лайк, например, что с определённой целью. Если вы написали комментарий, то опять же, с определённой целью. Вопрос заключается в том, насколько сознательно вы это делаете. Ну, то есть, насколько сознательно вы обществляете подобные действия. То есть, когда вы, например, ставили лайк, или писали, как вы говорите, комменты, да? Знали ли вы, что мужчина вам ответил на это? Хотели ли вы, чтобы он ответил вам на это? Ну, то есть, это вот такой очень важный аспект, опять же, да? Если мы хотим понять, да, что с вами происходит. Если мы хотим понять вас в этой ситуации. То есть, вы же пришли с каким запросом? Понять себя, да? Вот. Ну, вот. Соответственно, если вы пришли с запросом понять себя. То я полагаю, что, чтобы понять себя, вот это, это необходимо изучить. Обязательно. Обязательно изучить подобный аспект. Дальше. Так. Я занимаюсь карьерой. У меня очень мало свободного времени. У меня нет времени на построение отношений. Это, это, ну, отчасти хорошо, если вы удовлетворены. Да и пока-то самой не хочет, но мне хотелось познать мир секса, так сказать, и моему бывшему тоже. Как вам здесь сказать? В принципе, ничего плохого в том, что вы хотите познать мир секса, нет. Ну, исключением только постановки вопроса. Вот постановка вопроса мне показалась, ну, знаете, достаточно странной, что ли, я бы сказал так. То есть, познать мир секса, то есть, либо тут у вас есть какой-то запрет на секс. То есть, вы себе запрещаете секс. Либо вы не уверены в себе, как, ну, как в сексуальном партнере, опять же. Либо здесь есть еще какие-то моменты, о которых мы не знаем. Вот. Но познать мир секса, познавать мир секса, в этом нет ничего, ничего дурного в том, чтобы познавать мир секса. Но вы выбрали бывшего для этих целей. Вот. И это, конечно, может быть неспроста. Так. То есть, опять вопрос о сознанности, да? На этой почве мы сошлись и не встречаемся, мы братва занимаемся сексом и всё. Ну, понимаете, вот вы сами говорите мы. То есть. Это так же деструктивная позиция в том плане, что нет никаких мы. Есть я, есть ты. Ну, я и ты. И всё, здесь нет нас, потому что вам нужно до своего мужчины было донести вот эту мысль, что мы просто встречаемся и всё, вот. Причём, что важно, да, что важно донести до него, доносить до него эту мысль, нужно было, ну, скажем так, периодически, да, то есть периодически как бы обновлять у него эту информацию, чтобы он не забывал об этом, вот, о том, что вы просто занимаетесь этим. Для меня это были прекрасные отношения, никто никому ничего не предъявляет, не колупает мозг, так позитивно, приятно и вообще супер. То есть вы считаете, да, вы позиционируете, скажем так, близость исключительно как вот такой аспект. То есть для вас, близость для вас это, ну вот, скажем, обязательно какие-то претензии, колупания мозга, предъявления и так далее. А вы не хотели бы понять, почему так происходит? Из-за чего так происходит? изучить это, чтобы, ну, чтобы понимать, чтобы разбираться в этом, в этом. Вот. Но ведь важный же момент, согласитесь, согласитесь, отношения вообще-то это счастье, это свобода, это спонтанность, я бы сказал. Вот. А у вас это напряги. В буквальном смысле этого слова, напряги. И это не может быть, ну, это не взялось из ниоткуда. Понимаете? У этого есть причина. И, конечно, эти причины нужно было бы изучить, откуда такое представление отношений. Дальше. Так, кроме того, секс стал намного лучше, чем было у нас раньше, потому что нет ответственности, да? Недавно ему понадобились деньги, сумма не третий, просил взять кредит. Я взяла, даже если не сможет мне отдать, я могу выплатить его сама за два месяца. Он меня благодарил. Так, ну, смотрите, на чём-то. Человек берёт... Человек просит у вас кредит. Ну, взять кредит, взять кредит для него. А сумма этого кредита такова, что вы можете выплатить его кредит. Ну, чуть ли не сразу. так? То есть, здесь момент такой, что либо вы работаете на очень хорошей работе. Вот. Либо вы работаете на очень хорошей работе. Которая вас обеспечивает вот просто от и до, либо мужчина берёт у вас кредит с какой-то другой целью. Не потому, что у него там нет денег, например. Да? Не по этой причине. А, по, ну, не знаю, по какой-то другой причине. Правда, какая причина ещё нужно выяснять. Но, тем не менее, это странно. То есть, это, знаете как, это напоминает такой символический кредит. То есть, даже не кредит вовсе, а попытка, попытку получить ваше внимание. С другой стороны, если вы действительно обеспеченный человек. Ну, то есть, в плане того, что у вас хорошая работа. Действительно хорошая работа. Вот. Что мужчина может чувствовать себя уязвлённым. Мужчина может чувствовать себя неуверенным с вами. Из-за этого. Ну, вот из-за того, что вы зарабатываете больше, чем он. Ну, есть такие люди. Есть такие люди. Они могут так реагировать. Это может быть и бред, да? Но они, они, к сожалению, так реагируют. То есть, тут нужно выяснять, да? Тут нужно выяснять, выяснять природу. Так, говорю, спасибо большое за помощь. Я тебя отблагодарю. Ты мне очень помогла. То есть, по факту, здесь у нас имеет место быть, знаете, такое, такое, ну, своего рода, знаете, ну, принижение, может быть, себя. Обесценивание себя. Унижение, возможно, возможно, даже себя. То есть, ну, 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 мужчина вот так, мужчина, да, так вот ведёт себя, да? То есть, казалось бы, ну, если взял кредит, да? Ну, то есть, вы взяли кредит, ну, поблагодарит, да? Или сделает просто то, что нужно, ну, нет. Он именно, вот, значит, благодарит вас. И явно благодарит вас, ну, чрезмерно. Вы уж простите меня за такую позицию. Вот. То есть, здесь тоже есть свои какие-то причины у него так себя вести. Вот какие причины, конечно, я не знаю. Но, тем не менее, мужчина унижается. Ему надо было страдать телефоном. Просил меня это разместить объявление. Мне было не сложно. На этой почве мы два дня плотно общались. В какой-то момент я, я как бы перехватил инициативу на себя. Ну, или, как бы сказать, меня было слишком много, что ли. Значит, если вы оживаете, так вот, условно говоря, оживаете, каждый раз, когда ему нужна помощь, да? То есть, если вы, ну, начинаете активничать, когда ему нужна помощь, каждый раз, то мужчина понимает, что вам интересно быть с ним и общаться с ним, и контактировать с ним. Только когда вам нужна, ему нужна помощь. То есть, только когда он неблагополучен. Только когда у него не совсем все в порядке. Только тогда он вам интересен. Вот. А так, вероятно, он не чувствует себя интересным. Ну, для вас. Вот. И... Это ему тоже могло не понравиться. То есть, это... Это предположение. Потому что полная гордина, она все равно объективно может привиться только после того, как с вами будет, ну, проведена более-более такая плотная беседа. Потому что сейчас это только область предположения. Вот. Исходя из того, что вы пишете. Так. Значит, по голосу он был немного расстроенный, как мне показалось. Он сказал, что лучше оставь себе деньги. То есть, если бы я хотел эту шубку, шубку, возьми себе шубку, я спросил, почему и как так. Он же просил, я взяла ему на что ответил, что это не надо, он возьмет деньги и все выплатит. Но вот, чтобы я оставил их себе, я сказал, хорошо и прислал сообщение, спросил, что случилось. Он мне ничего не ответил, я хотел бы знать, что произошло. Значит, вот именно это и произошло. Что... Что вы обращаете внимание на человека только тогда, когда у него есть какие-то слотности. По его мнению. И не обращаете на него внимание, когда у него все в порядке. Грубо говоря, ну вот вы, например, ну не звоните ему. Так. Вот вы не звоните ему, когда у него все хорошо. Вот. Это показало ему, что он вам не нужен, он вас не интересует. Вот. Ну а по поводу того, как он это воспринял, да, я уже говорил, я уже сказал. Смысл повторять это не вижу. Так. И вот вы говорите. Я хотел бы узнать, что произошло. Я оттолкнул его от себя. И он решил со мной больше не общаться. И ему просто неудобно брать у меня деньги. Ну, если выбирать именно из ваших ответов, да, из ваших вариантов, то, конечно, в большей степени... В большей степени, вероятно, второе. Что ему неудобно брать у вас деньги. Вот. Но это понятно, да, что очень-очень приблизительно, приблизительно. Потому что дело здесь не в этом. Не в том, что ему неудобно брать у вас деньги. А в том, скорее, что он, ну, хотел от вас внимания, да. Потому что, ну, не каждый человек сможет заниматься сексом, да, с другим человеком, вот. Не отступая при этом с ним какую-то эмоциональную связь. То есть вы вот смогли, например, это сделать, да, а мужчина, он не смог. Вот. И когда он попросил у вас кредит, это было действительно. Ему действительно нужны были деньги. Вот. Он действительно как, ну, как у друга своего вас попросил. Вот. Но когда он увидел, как вы проявляете к нему свое внимание, да, он, видимо, почувствовал, что... А раньше, раньше вы к нему внимание так никогда не проявляли. Вот. Что его задело. И поэтому он решил дать задний ход, соответственно. Вот. Ну, это, вот, что, как, как ситуация видится мне. По крайней мере. Дальше. Я сама ему не пишу сейчас, потому что мне кажется, что он для себя решил пригодиться на общение. Я хочу понять, что я сделал не так и что случилось. Аноним. А с чего вы решили, что вы сделали что-то не так? По-моему, у вас довольно четкая позиция. Ну, вот, здесь, по данному вопросу. По-моему. Есть четкая позиция ваша. Совершенно, абсолютно четкая позиция. По отношению. Что вы хотите. Что вы не хотите. Почему вы считаете, что вы могли что-то сделать не так? Это вот опять. Опять. Ээээ. Вопрос. Эээ… к вопросу о... об эгоизме, да? Эээээ… вашем? По какой причине вы считаете, что вы, вы могли сделать что-то не так? Вы в себе не уверены? Вы сомневаетесь в себе, в своем поступке, в своем выборе, или как, или что. Знаете? Вот. Ну, это важный момент. Это проекция насчет, на эту ситуацию, того, что беспокоит именно вас. Еще был момент, который меня смутил, мы как-то разговаривали, он сказал сразу, что мы встречаемся, мне показался странным, так мы не встречаемся. Но это говорит о том, что вы не обозначаете отношения свои, не разговариваете и не выставляете личные границы свои. Или я не так поняла, потом он часто спрашивал, когда мы встретимся, и что мы будем делать, когда встретимся. Часто говорил мы, и раньше он никогда не говорил мы. Это говорит о том, что он хочет к вам, хочет быть ближе, но самой близости, вероятно, вероятно, он все боится. Потом решил, раньше, если мы ругались, он никогда не извинялся, даже если грубо мне отвечал, а тут стал извиняться сам, и был момент, когда он пришел ко мне последний раз, еще до кредита, обнял меня сам в встрече. Короче, у него появились к вам теплые чувства, возможно, именно на фоне того, что вы от него ничего не ждете. То есть, когда вы от него что-то ждали, когда у него была ответственность, он чувствовал давление, чувствовал давление ответственности на себя, и, соответственно, ему было тяжело это воспринимать. Да, ну, потому что, соответственно, он боялся, что он не справится с ней, ну, как это обычно бывает, вот. А когда ответственности не было, он начал чувствовать определенную свободу, и это позволило ему испытывать к вам какие-то эмоции. И он их проявлял, вот, робко проявлял их, надо сказать, надо сказать, вот. И вот, поэтому такая вот ситуация и произошла. Так, значит, что это все нужно. Буквально недавно в разговоре я ему сказал, что настолько секретно все, может быть, это заделает причина в этом. Я, понимаете, это можно гадать. То есть, если вы действительно хотите понять. Кстати, а для чего вам понимать это вообще? Вот. Если вы действительно хотите понять, то все нужно разбирать более подробно. А пока это, знаете, это только вот, во-первых, ваша сторона, во-вторых, только то, что вы рассказали. Вот. А есть много моментов, которые вы не учитываете, и которые нужно прояснить, прояснить, прежде чем давать какую-то рекомендацию. Но я думаю, что основной, основной момент в этом. То есть, понимаете, если бы вы сказали ему брата, что у вас только секс, да, я думаю, что его бы это не доделал, потому что он, ну, он подумал бы, что вы просто защищает, и все. То есть, никаких проблем нет. И вот я доделал другое. То есть, у вашего внимания, вашего внимания стало больше после того, как у него были проблемы. Вот. и он понял, что вы настроены ему только помогать. И все. А на этом можно закончить мой ответ. Надеюсь, допомогу вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку в дуракаму, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!